Приветствую! Ровно месяц назад было принято постановление 930, которым отменили акт про догляд. И вот в этом видео мы поговорим о том, что же произошло за этот месяц, какая практика получения отсрочки в ТЦК без акта про догляд, возможно ли это на самом деле, и с какими проблемами люди сталкиваются при получении отсрочки в ТЦК. Естественно, мы будем говорить лишь о тех случаях, которые связаны именно с получением акта про догляд. Напомню, постановление 930, которое было принято месяц назад, оно отменило акт про догляд в определенных случаях. Какие это случаи? На сегодняшний день теперь не нужен акт про догляд в тех случаях, если человек осуществляет уход за своими детьми, за своей женой, за своими родителями. При этом, когда я говорю «осуществляет уход», мы имеем в виду, что родители, жена, либо ребенок этого мужчины имеют заключение ЛКК, либо заключение МСЭК о том, что они нуждаются в постоянном уходе. Мы не берем во внимание те случаи, когда человек получает отсрочку по пункту 13, а там, напомню, эта отсрочка связана с наличием инвалидности, не с нуждой в уходе постоянном, а просто в связи с самим фактом инвалидности. И по пункту 13 акт про догляд не нужен. Напомню это. До 18 августа он нужен был, на сегодняшний день это не нужно. Акт про догляд сегодня нужен в двух случаях. Первый случай – это когда вы оформляете отсрочку по пункту 9, и при этом вы оформляете отсрочку в связи с тем, что вы осуществляете уход за родителями жены. И, подчеркиваю, не во всех случаях по пункту 9 нужен акт про догляд, а только в том случае, если вы осуществляете уход за родителями супруги. И второй случай, когда нужен акт про догляд, это получение отсрочки на том основании, что ваши родственники второй либо третьей линии имеют инвалидность и нуждаются, соответственно, в уходе. Вот по пункту 14 там во всех случаях нужно будет получать акт про догляд. Ну, естественно, кроме тех случаев, если люди имеют компенсацию за осуществление ухода. Теперь идем дальше. С какими сложностями люди сталкиваются при получении отсрочки по этим пунктам? Самая главная сложность – это, конечно же, пункт 9. И, вы знаете, я вот, честно говоря, удивлен, приятно удивлен тем, какая умная аудитория меня смотрит, потому что еще когда месяц назад мы говорили про акт про догляд, на эту проблему указали именно вы. И вот вы сразу почувствовали, где будут сложности. А сложности, они зафиксированы в пункте 61 постановы 560. И перед тем, как мы перейдем рассматривать этот пункт и изучать, так сказать, эту сложность и разбираться с тем, как ее решать, Я хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она оперативней, чем в ютуб-канале. Также я там стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а теперь давайте откроем постанову 560 и посмотрим пункт 61. Вот это постанова 560, пункт 61 и проблема вот в этих словах, которые выделены. Здесь сказано. Військовозобовязані, які здійснюють постійний догляд за особами, зазначеними у пунктах 9 и 14 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційную подготовку та мобілізацію, та не отримують компенсації, допомоги, надбавки на догляд за ними, для розгляду питання надання їм відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, звертаються за встановленням факту здійснення, постійного догляду і так далее. То есть здесь четко есть предписание законодательства Украины. Если ты не получаешь компенсацию и хочешь получить отсрочку по пункту 9, то ты должен получить акт про догляд. И, конечно же, вот эту проблему вы увидели сразу и могу подтвердить, да, это проблема. Да, мы сталкивались с ТЦК, которые при подаче заявления на отсрочку начали нам говорить, что а какая здесь может быть отсрочка, у вас же акта про догляд нет. Мол, все, у вас будет отказ, документы не принимали там и все такое. Но постанова 560 не ограничивается 61 пунктом. Вне есть еще и додаток 5. И благодаря этому додатку мы решали эту проблему. А давайте посмотрим, что же сказано в додатке 5. А в додатке 5, как мы с вами знаем, указан перечень документов, которые нужно подать по каждому из пунктов для получения отсрочки. И вот мы видим вот этот пункт 9. Занятие постельным доглядом за хворую, особую. И вот здесь в этой части идет перечень документов, которые нужно подать для получения отсрочки. И вот если мы пролистаем, внимательно прочитаем, то мы акт про встановление факту, здействия, особую, постельного догляду найдем только вот здесь, в самом низу. И если внимательно обратим мы все свое внимание на вот этот пункт, да, мы увидим, что начинается это вот здесь. Ну вот это предложение начинается вот здесь. И здесь что сказано? А сказано здесь следующее. Так, а вам видно вообще сейчас? Ага, чуть-чуть не видно, друзья. Сейчас я чуть-чуть опущу вот так. А здесь обратить внимание на вот эти слова надо. Для особы, яка занята постельным доглядом за батьком, чьи матерью дружины. И дальше пошел перечень документов. То есть если мужчина осуществляет уход за тестями тещей, и вот тут пошел перечень документов. А если мужчина осуществляет уход за своими родителями, то вот где нужно читать. Вот этот раздел. И мы видим, что здесь для особы, яка занята постельным доглядом за хворую дружиною, человеком, дитиною, та або своим и батьком, чьи матерью, документы, что подтверджуют роды, незвязки. И, собственно говоря, все. И все. Ну и, конечно же, для всех вот здесь указано, что нужно подавать документ, подтверждающий необходимость постоянного ухода. То есть, как мы с вами видим, в додатке 5, то есть в перечне документов, которые нужно подавать для получения отсрочки по 9 пункту, акт встановления факту здесь ныня догляду указан только для тех людей, которые хотят получить отсрочку по уходу за тестем либо тещей. И все. А когда идет речь про родителей, про жену, про ребенка, там уже акт про догляд не нужен. И, собственно говоря, вот эта проблема, она решается. И к чести ТЦК, как бы что ни говорить, да, но к их чести мы вот эти проблемы решали просто вот таким разъяснением только в письменном виде. И ТЦК принимали документы, и люди получали отсрочку. То есть, на сегодняшний день главный вывод какой за вот этот месяц. Практика работы ТЦК такая, что люди получают отсрочку по пункту 9 без оформления акта про догляд. Ну и также можно сказать и по пункту 13. Да, там были тоже несколько моментов у нас, когда ТЦК, видимо, еще не разобравшись в новеллах законодательства Украины, они требовали акт про догляд, но в итоге эти вопросы решались без подачи адвокатских запросов, без судов, без каких-то сложностей. Все решалось достаточно просто. И хочу констатировать следующий факт. На сегодняшний день и по пункту 9, ну кроме ухода за тестей и тещей, и по пункту 13 вы можете получить отсрочку без наличия акта про догляд. Ну, естественно, когда речь там шла, идет об уходе за женой, у которой инвалидность, там третья группа, либо вторая группа, либо первая. Там и раньше акт не нужен был, и сейчас не нужен. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, ну и не забывайте про мой Telegram канал. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Продолжение следует...